Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и, как сейчас модно говорят, проверьте, чтобы вот эта вот красная кнопочка подписаться стала серенькой. Сегодня так совпало, что я в образе какой-то бабушки, потому что в уютном свитере еще вот эти вот очки на цепочке. Не, ну вы посмотрите, как это удобно. Ну, серьезно, я вечно теряю очки, а это сейчас еще и модно, между прочим, вот это вот, чтобы вы понимали. Купить, кстати, можно внизу по ссылочке в описании, будет мой магазин, в котором продаются такие штучки. Но сегодня не о моем магазине, об этом я вам расскажу, возможно, чуть попозже, если вам будет интересно. Сегодня о правильном питании, потому что мне пришла вот такая вот огромная коробка, я, не дай бог, неправильно все произнесу, поэтому здесь отмечу название, X-Bar батончики здесь протеиновые и куча всего другого протеинового, чего мы с вами сегодня все это попробуем. Кстати, обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце будет сюрприз, поэтому обязательно досмотрите, чтобы узнать, что такое для вас приготовили. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы могли вчера видеть, что я вот эту вот посылочку открыла в сториз, но тестить я сказала, что буду потом, возможно, я сниму это на видео, и, как видите, снимаю я это на видео, я как бы выполняю свои обещания блогерские. Вот, поэтому вот такая вот огромная коробка, она уже открыта, и сейчас я вам покажу, что в ней находишься. Первое это вот такие вот батончики протеиновые, их здесь целый набор. Я еще вот, честно слово, я еще не пробовала ничего из этого, хотя и сегодня, и вчера с чаем очень сильно хотелось попробовать что-то, но это вот, я решила, что я должна пробовать все и снимать на камеру, поэтому я заждалась сегодняшнего дня, и сегодня мы с вами все попробуем. Здесь 12 штук, по-моему, батончиков протеиновых, они с разными вкусами. Ягодный пирог, все батончики протеиновые, повторюсь, и они все абсолютно без сахара, ну, я не знаю, мне кажется, если это будет еще и очень вкусно, то я буду это есть постоянно. Это, значит, со вкусом шоколада, дальше со вкусом шарлотки, дальше со вкусом печенья, так, и все, вроде все показало. Ну, здесь они повторяются. А, еще со вкусом брауни и со вкусом фисташки. Как по мне, вкусы просто бомбезные, серьезно. Хочется попробовать абсолютно все и сразу, что мы сейчас с вами и сделаем. Я сейчас все понаоткусываю, и будет нам с вами счастье. И я дам честный отзыв, потому что я, если честно, сомневаюсь, что батончики без сахара могут быть вкусные, потому что я любитель сладкого просто безумно, но я, как и большинство девчоночек, очень отправляюсь от сладкого, поэтому мне вот желательно сдерживаться. Поэтому если они будут вкусные, то я буду их благотворить и есть. Две штуки денег, кстати, можно есть. И они большие, что хочу заметить. Обычно все вот правильные батончики, которые низкокалорийные, без сахара, они обычно маленькие. Но вот эти, смотрите какие они большие, серьезно. Так что давайте уже начнем пробовать. Давайте, я думаю, начнем вот такое вот со вкусом шоколада. Открываю серьезно. Первый раз ем эти батончики. Так, выглядит она вот так вот, как обычный шоколадный батончик. Сейчас попробуем, какая она на вкус. По консистенции, как вы видите, она такая, на ластик похоже, что ли, не знаю. Пробуем. Живется тоже как ластик. Как будто бы ем шоколадный ластик. И то, что она без сахара, ну, это прям чувствуется. Хотя, хотя, есть шоколадный сладкий привкус. Как Несквик, знаете, если Несквик ложками ешь, ну, не настолько, правда, сладкий. Без молока, без всего, просто Несквик сухой вот так ложками ешь. И как бы вот так немного сухо. И, не знаю, как жвачка. Как шоколадная жвачка Несквик. Если такие были бы, они бы были вот такие вот. Приятно, на самом деле, реально. Мне понравилось. Дальше. Со вкусом ягодного пирога. Мне кажется, это должно быть очень вкусно. Потому что ягодный пирог, я представляю, какой-то такой чизкейк ягодный. Так, выглядит она у нас вот так вот. Проверим, какая она будет на вкус. Ммм, она пахнет офигенно. Капец. Она очень вкусно пахнет. Консистенция, она опять такой же. Как жвачка, которая жуется. Как жевательная конфета. Типа, есть мамбы или такие. Вот, реально такая. Ягодный пирог, на самом деле, чувствуется она, как ягодный пирог. Вкусно. И опять же. А что здесь за место сахара? Почему она сладкая? Так. Смесь протеинов. Кукурузные волокна. Вода. Глицерин. А, арахисовая паста. Пальмовое масло. Соль здесь есть. Ну, скорее всего, из-за арахисовой пасты. Из-за арахиса она, наверное, такая сладкая. Хотя, арахис вроде не сладкий. Ну, короче. Вкусная. Если выбирать из этих двух, ягодная мне больше понравилась, наверное, чем шоколадная. У нас с вами осталось со вкусом шарлотки, со вкусом печенья, со вкусом брауни. Я надеюсь, у меня зубы сейчас не видят. И со вкусом писташки. Давайте попробуем со вкусом брауни. Мне интересно, со вкусом шоколада и со вкусом брауни, как они будут приличаться. Потому что брауни это как бы, ну, шоколадная, что ли. Ммм, она другой консистенции. Брауни. Она прям рассыпчатая. Блин, не знаю, видно или нет, кто будет на видео. Она вот прям не как жвачка. Она прям брауни, как будто я ем. Особенно, когда немножко ее, ну, начинаешь жевать, съедать. Она прям реально как брауни. Они отличаются, вот, шоколадная, она как жуется, как шоколад. А вот эта, она прям рассыпчатая, как брауни. Вот она мне больше понравилась, чем эта шоколадная. Дальше давайте попробуем со вкусом печенья. Я думаю, со вкусом печенья она тоже должна быть как брауни. Рассыпчатая. Хотя, типа гусая. Она белая. Такая же, как ягодная, только даже еще кому светлее. Ммм, пахнет молоком. Молочным печеньем детским. Знаете, есть такие детские печеньки молочные? Вот. На вкус и на запах. Как печеньки такие молочные. Но по консистенции она тоже как жвачка. Вот еще вот брауни. Брауни была рассыпчатая. А это такая, как жвачка жуется. Ну, как печенька. Как детские печенья. Вот такой это на вкус. Дальше фисташковая. Она пахнет. Странно пахнет, если честно. Вот такая она цветом. Фисташковым, как ни странно. А у меня все на взбах остается. Пипец, я блогер, конечно. Если вот эти все были сладкие, то фисташковая, она самая менее сладкая на вкус. Так, и последняя у нас осталась со вкусом шарлотки. Я шарлотку обожаю. Все, что с яблоками, выпечку вообще с яблоками, я очень люблю. Так что, надеюсь, это будет вкусно. Секундочку я попью. Потому что я уже наелась, если честно. Я понавкусывала все. Блин, у меня они темно-зубах, не да? Все это осталось. Так, выглядит это вот так вот. Блин. Пахнет реально яблоками. Офигеть. Она реально яблоками. Прям свежими-свежими яблоками пахнет. Ее, причем, жжешь, она не сладкая, а потом появляется вот этот вот сладкий привкус. Вкусная. Вот эта вкусная реально тоже. По консистенции, знаете, на что похоже? Есть вот, не помню, как называется, честно. От меда вот эти вот соты, или как это называется, и их можно жевать. Для зубов еще бывает полезно. И жжешь и выплевываешь. Они такие, как жвачка, и немного безвкусные. Вот это вот на вкус. И все эти поточки, которые жевать на консистенции, похожи на это. Но они сладкие. Действительно. То есть, если из-за места штучек, которые ты обещаешь на каких-то шоколадных с чаем пьешь, ешь, какие-то шоколадки, другие какие-то батончики, если это заменять вот этим, то сахар реально чувствуется. Мне больше всего понравилась ягодная. Она такая, потому что немного с кислинкой отдавала. Вкусно было очень. Ягодная на втором месте топ-2 у меня все будет. А, давайте топ-3. Ягодная на втором месте брауни, потому что она была рассыпчатая, реально, как брауни. И на третьем, на третьем, наверное, шарлотка. Вот. Первое, второе и третье. Вот эти три шоколадки мне очень понравились. Вот эти, конечно, тоже вкусные, но если выбираете именно три, то вот эти. Все эти шесть вкусов, они все равно безумно вкусные. И если вы следите за своим питанием, если вы хотите отказаться от сахара, то мне кажется, это очень крутая замена. Но это еще не все, потому что в посылке есть еще арахисовая паста, которую мы с вами тоже сегодня попробуем. Также там есть еще вот такие вот маффины. Протеиновые маффины. Я еще не совсем разобралась. Я еще даже не открывала их, поэтому давайте вместе посмотрим. Здесь есть вкусы. Со вкусом фундука, со вкусом фисташки, со вкусом шоколада и малина. Даже не представляю, как маффины вот эти вот без сахара могут быть вообще вкусными. Поэтому очень будет интересно узнать, какие они на вкус. Я их еще не открывала ни один. И я даже сейчас не понимаю, что там песок. Давайте посмотрим. Так, я открываю со вкусом фундука. И так вот так вот она открывается. Распаковывается вот здесь. И там, что там? Ага, тут есть стаканчик для измерения, видимо. И готовая смесь рассыпчатая. Так, то есть мне это нужно готовить. Мне это нужно готовить, ребят. Ладно, сейчас я, наверное, посмотрю, как это все делается. А, я поняла, здесь написано. Здесь нужно добавить 60 мл воды. Мерный стаканчик внутри. Вот он. То есть это два таких стаканчика получается или три. Потом перемешать, чтобы не оставалось ковсочков на дне. И разогреть в микроволновке две минуты. Ну, давайте попробуем. Не знаю, как это получится. Не знаю, получится ли у меня приготовить сей несложное блюдо. Но давайте проверим. Так, сами двигаем. Ждем. Ты так пристально следишь за ним. Капец поднимается. Смотри, он тут вылезет. Вот это уже готово. А этот мы еще не запекли. Тайно покатим. Честный отзыв говорить? Да. Только честный. У меня честный блок. Я на самом деле не люблю такое. Протеиновый или в смысле кексы? Нет, ну типа есть коробочек. Что это странное. Ну, он вообще без сахара. Ну что? Не, ну консистенция похожа на кексы. Это не настоящая. Прям. Она такая, видишь, прям настоящего кексика. Не знаю, вкусно, сладко. Также у нас здесь имеется арахисовая паста. Натуральная, кстати. Так, открываем ее. Видите, я еще вообще ничего не пробовала и не знаю, как это все на вкус. Поэтому с вами я все это пробую в первый раз. Блин. Вообще я люблю арахисовую пасту, добавлять ее в кашу или просто так даже есть. Они обычно не сладкие. Ну, по сути, нормальная арахисовая паста, натуральная. Она должна быть не сладкой. Сейчас возьму ложку. Так, и ложку попробуем мы с вами это все. Вот так вот она там выглядит. Такая довольно-таки жиденькая. Но не сильно. Не знаю, взять что-ли большую ложку или маленькую. Вот так она выглядит. Но я чуть-чуть попробую, потому что она очень приторная. Ну, это натуральная арахисовая паста. У меня просто весь рот грязный. Сижу, видео снимаю. Это натуральная арахисовая паста. Причем она прям на вкус очень-очень такая... Ну, если вы пробовали арахисовую пасту, вы знаете, какой она консистенции, что это просто орехи перемолотые, в принципе, и все, арахис. Поэтому она такая и не сладкая, и не соленая. Обычно натуральная арахисовая паста. Я думаю, я обязательно буду из этой арахисовой пасты что-то готовить, делать себе какие-то завтраки, и буду показывать это в Инстаграме в своем. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы не пропускать ни мои публикации, ни мои самые интересные сторицы в вашей ленте Инстаграма. Реально, ребят, подписывайтесь, потому что я стараюсь вести его красиво, и у меня там реально очень прикольно. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм. Не забывайте подписываться на Ютуб. Вот здесь, кстати, будет мой ник Инстаграма. Давайте, я жду, пока вы подпишетесь. Стою и жду. Ладно, шучу. Просто подпишитесь, мне будет безумно приятно. Также, ребят, вам по-любому нужно подписаться на мой Инстаграм, просто потому что вас ждет сюрприз там. Буквально через несколько дней мы запустим розыгрыш вместе вот с этими ребятами, которые производят всю вот эту вот прекрасную протеиновую еду. Вот это все будет ваша арахисовая паста, все вот эти вот 4 брауни, все батончики, в общем, все, что я вам показала. Кстати, и батончиков реально дофига. Сколько я поела, сколько у меня еще вот здесь вот осталось их. И как бы банк арахисовой пасты, ну, сами понимаете, очень клевый подарок. Вам придет вот эта вот такая же, точно такая же, как у меня, коробка, и в ней будет все-все-все вот это вот лежать. И вы можете кушать и не бояться, что вы поправитесь, потому что это все реально очень вкусно. Я протестировала вместе с вами. Если было бы невкусно, я сказала. Мне все очень понравилось. Я надеюсь, что вам тоже понравится. И видео вам тоже понравится. В общем, подписывайтесь на мой Инстаграм. Совсем скоро мы с ребятами запустим этот розыгрыш. Вот, поэтому следите за новостями. И всех целую. До скорых встреч. Пока. Кажется, он не допекся, да? Все вроде. Что ты выпекаешь? Ты опять еду, блин, берешь, а? Да я просто проверю. Блогер, блин. Камера чуть не упала. В Lauren'saju. Все долго упала. Субтитры создавал DimaTorzok